Хочу оставить здесь, записать отзыв на фильм «Крамер против Крамера» как пример антиотчуждения. Недавно посмотрела этот фильм с рекомендацией наших коллег-медиаторов. Вот я сейчас учусь на семейного медиатора, и мы там разбирали одну сцену, и на самом деле сейчас будет спойлер немножко, но на самом деле хочется посоветовать этот фильм всем, кто столкнулся с разводом и с, может быть, делёжкой детей, наша любимая тема. И на мой взгляд этот фильм как раз про антиотчуждение, про, я бы сказала, идеальный вариант развода, после которого становится возможным тот самый ко-перентинг, то есть со-родительство, когда в жизни ребёнка остаются два родителя и оба хороших. Ну, в общем, если получится, Васюнька спит, если получится, сейчас кратенько запишу. И кто не любит спойлеры, прошу здесь остановиться, посмотреть фильм, и, может быть, потом вернуться, потому что у меня будет здесь личный отзыв, и я бы хотела остановиться на тех моментах, которые мне показались очень важными. Ну, для начала краткий сюжет. Фильм этот старый, 79-го... Так, не знаю, у меня тут отрубался интернет. Вроде бы подсоединился заново. С Мэрил Стрип и Дастином Хоффманом. Вот. И фильм начинается с того, что герой, папа, Дастин Хоффман, получает повышение по работе, бежит поделиться со своей женой. Вот. А жена, Мэрил Стрип, очень, ну, видно, что он на взводе, вернее, как даже, можно сказать, обижена на него, кажется, что он всё время пропадает на работе, а она с ребёнком. Ребёнку 6 лет. Вот. И она, в общем, в очередной раз в попытке поговорить, не видит понимания и уходит. Уходит, говоря, что я не могу так больше жить, и поскольку ребёнка я забрать не могу, то я оставляю ребёнка тебе и уходит даже без чемодана. Вот. И дальше показывается, как отец до этого фактически был полностью поглощён работой, ему приходится осваивать отцовство с нуля, можно сказать. Вот. И он в одиночку, практически жертвуя работы, воспитывает сына, водит его по кружкам, в школу и, ну, в общем, становится идеальным отцом. И почему называется фильм «Крамер против Крамера»? Потому что почти в конце фильма, такие, когда мама вернулась, вернулась, она... состоялся разговор, что она хочет забрать ребёнка, да, чтобы он жил с ней. И такой суд, показан суд, где адвокаты там полощат грязное бельё, и, в общем, суд присуждает ребёнка маме. Вот. Что хочется... ну, как бы... Это такой спойлер, я не знаю, я надеюсь, тем не менее, тот, кто не видел этот фильм, всё-таки заинтересуется, посмотрит его. И я бы хотела обратить внимание на такие моменты, которые, которые... ну, которые антиотчуждения. Потому что почему происходит отчуждение после развода? Во-первых, потому что прямо во время развода, во время этой войны происходит делёжка ребёнка, заместо жительства ребёнка, и это очень сильно эскалирует конфликт до такой степени, что родители становятся врагами, очень много страха, очень много ненависти и невозможность договориться. Эти случаи, в общем, мы их рассматриваем как немедиабельные. Ну, сейчас не про медиабельность конфликта или про решение, да, про возможность. Я хотела бы просто сказать, что в этом фильме показано как раз то, как... вернее, как те моменты, которые помогают не эскалировать конфликт, а помогают его дать шанс на решение. Ну, вот в данном случае папа этого мальчика, он, несмотря на то, что для него этот развод был гром среди ясного неба, он его не ожидал. А если мы берём вообще развод как травматичное событие, то здесь как бы два конфликта, ну, как бы сказать, два участника конфликта, это муж и жена, и зачастую тот, кто принимает решение о разводе, он, ну, как бы готов, да, то есть он проходит какой-то путь подготовки моральной, ну, то есть и действительно вынашивает достаточно долго это решение. Тогда как для второго супруга действительно, ну, кажется, что не было предвестников, что всё было хорошо, что конфликтов никаких не было, и, в общем, даже если были, то они не настолько страшны, чтобы разводиться, и он становится перед таким фактом, и, ну, вот хочется тут ещё отослать вас погуглить, такую, загуглите такую фразу, называется утрата, проживание утраты во время развода. Вот, там такая кривая проживания определённых периодов развода, и там несколько стадий отрицания, второе — гнев, дальше торги, потом депрессия, и потом идёт принятие, да, и вот, то есть вот после такой ямы выходит на принятие на плюс. Вот, и в фильме показано, как, несмотря на то, что герой папа, он был с разводом, конечно, не согласен, был в шоке и обижен на жену, но, тем не менее, вот насколько он смог разделить вот это свои чувства от, от, ну, как сказать... Короче, он не разрушал отношения мальчика и мамы. Там такой момент, как он собирает все фотографии мамы, убирает в кладовку, и через какое-то время, когда он укладывает мальчика спать, происходит такой разговор. Мальчик говорит, что, наверное, мама ушла, потому что я плохо себя вёл. И действительно, дети очень часто берут вину за развод на себя, и, ну, я считаю, долг взрослых родителей его от этой вины оградить. И вот в фильме у папы говорит, что нет, это не ты виноват, а это мама ушла от меня. То есть он чётко сказал, потому что большая ошибка алиенаторов, но это не ошибка, это в какой-то степени осознанный или неосознанный, осознанный или неосознанный такой поступок, когда алиенаторы говорят, что мама нас бросила, да, то есть он бы мог сказать, ну, твоя мама нас бросила, она тебя бросила, и это вот сразу очень сильно травматизирует ещё больше ребёнка, не даёт ему возможность, ну, то есть ребёнок тоже в разводе такую получает травму и сталкивается с утратой, с утратой, с потерей родителя. И вот в данном фильме как раз-таки было показано, что папа объяснил ребёнку, что мама ушла от меня, причём взял как бы ответственность на себя, он сказал, что я, видимо, маму недопонимал, то есть у него работала конструктивная вина, вот, и... но хочется сказать, что... что я просто столкнулась с тем, что восприятие этого фильма, вот посмотрите, тоже сложите своё восприятие, потому что мы все фреймим, фреймим тот или иной художественное произведение, да, пропускаем через собственные фильтры. И зачастую, ну вот я уже вижу, что часто кто не сталкивался вообще с разводом, с проблемой отчуждения, в фильме видится, что... как фильм называется? Крамер против Крамера. Вот. И зачастую человек видит, ой, то что это, мама действительно кинула, а потом пришла через полтора года, потребовала свои права на ребёнка, да вот же ж она его бросила, наверное, эти суды куплены, раз они присудили, вот после такого кидыша присудили маме ребёнка и так далее. Ну вот такое вот, то есть когда мы сталкиваемся с тем, что не входит в наши фильтры, мы начинаем, ну, осуждать, да, какие-то негативные оценочные суждения, ну это вот купленные экспертизы в суду, это вообще самое любимое в нашей теме. Вот. Но на что хочется сказать? Ну хорошо, мама бросила, ну, во-первых, в фильме маме уделено только 20, примерно 10-20 процентов времени, то есть в основном показана картинка, как папа справляется с отцовскими обязанностями и действительно, ну, просто вот превращается в идеального отца. Вот. Но разве то, что мама решив, а там сюжет был такой, что мама была неудовлетворена, ну, в общем, просто действительно там депрессия, нереализованность, отсутствие понимания, при этом вроде бы все хорошо и не было насилия никакого и не было там скандалов, и, ну, в общем, но при этом вот когда она ушла, это уже потом, когда суд шел, ее допрашивали, и она сказала, что я сейчас, через полтора года я стала очень хорошим специалистом, я сейчас восстановилась и сейчас вот я, ну, хочу вернуть своего сына. Вот. И да, вот, кстати, к сюжету, к спойлеру. И интересно то, что действительно, ну, видимо, в то время, наверное, судебная практика действительно зачастую отдавала детей маме, и адвокат папы сказал, что я сделала все, что мог, хотя там была и грязь, и вся вот эта вот наша любимая комитетель. Вот. И он, что было интересно, что папа, несмотря на то, что он жутко, ну, его это травмировало решение суда, тем не менее, он мальчика собрал и ну, не перечил исполнению решения. Как мы знаем в нашей теме отчуждения родителя, это зачастую там, где невозможно исполнить, ну, осуществить исполнительные действия, прикрываясь интересами ребенка, то есть решения суда зачастую не исполняются, и все это, конечно, еще больше травмирует. Ну, вот в данном случае папа разъяснил, что у мамы тебе будет хорошо, и в общем мальчик особо он погрустил, но не сопротивлялся. При этом, при этом мама, встречая ребенка, она добровольно отказалась от этого решения суда, и ну, как вот можно пофантазировать, что после этого действительно родители смогут договориться о сородительстве, по-пэрентинге. Вот. Ну, то есть для того, чтобы ребенок действительно либо жил на два дома, либо полноценно общался, и была детско-родительская связь. И еще один показатель того, что это антиотчуждение, когда мальчик первый раз увидел, а мама там показывает, что долгое время наблюдала за ребенком, не подходя к нему, то есть все время там из окна, из кафе, там и так далее. Вот. И в начале она стала разговаривать с папой, то есть она не возникала, как хром среди ясного неба, а вот я твоя мама. То есть она поговорила вначале с папой, он, конечно, сильно вспылил, поскольку он был в шоке от того, что она хочет вернуть его, но было видно, что на встрече, которую устроили, они устроили мамы с ребенком, ребенок просто кинулся к ней на шею, это был такой трогательный момент, поскольку это еще раз говорит о том, что когда родитель не очуждает ребенка, и ребенок скучает, и просто, допустим, знает, то есть он очень быстро восстанавливает эту связь, вот о чем речь. Вот, ну, и так вот подрезюмирую все вышесказанное, что данный фильм я бы советовала посмотреть, как, ну, всем, нам, короче, нужны положительные примеры, как это может быть. вот, я не верю в то, что четвертую стадию рака можно излечить, вот, ну, по крайней мере, я имею в виду сами отношения, они, возможно, выстроятся заново, там, в какой-то долгосрочной перспективе, но, ну, я свою миссию также вижу в том, чтобы просвещать и разговаривать или говорить с теми людьми, кто только на начальных стадиях развода, для того, чтобы, ну, как-то, во-первых, было понимание большой травмы, и что, может быть, это как-то, ну, добавит осознанности, может быть, испугает, и садиться за стол переговоров, конечно, надо либо, когда уже все прошло, и все позади, принятие полное пришло с обоих сторон, либо на этапе ну, торгов, так называемых, то есть, когда ты вроде как уже, ну, то есть, когда понятно, что разбитую чашку не склеить, и что-то надо делать, есть, безусловно, агрессия в сторону оппонента, и это нормально, но при этом хотелось бы, чтобы родители могли, во-первых, разделить отношения как между мужем и женой, и детско-родительские отношения, это разные вещи, у нас слипается, да, это все в нашем понимании, и второе, то, что выбор места жительства ребенка не означает выбор между родителями, и нормальное сородительство, ко-пэрентинг, его можно организовать, и медиация для этого хороший процесс, где переговорщики выступают нейтральной стороной и помогают определить потребности неудовлетворенные, интересы сторон, и найти такие варианты решений, которые будут устраивать и ту, и другую сторону, ну, и поскольку ребенок является ну, незащищенным субъектом этого конфликта, то, конечно, ну, вот тут, тут, мне кажется, ну, тут, в общем, роль третьих лиц, наверное, важна, на мой взгляд, но, тем не менее, все равно фигуранты, фигуранты конфликта есть родители, вот, так что, вот такой отзыв, спасибо за внимание, пока-пока.